Ну что, ребят, я рад приветствовать вас в новой серии. Начинается она вот в такой темноте. Мы находимся в Питере. Место, где происходят чудеса. Леха уже начал работу. Мы хотим одеть наши два красоча на шипованную резину. Резина новая, но недорогая, Петрашина. И продубасить для вас по льду. В этом году у меня не получилось поехать на Байкал, потому что отменили мероприятие Байкальская миля. Я хотел улучшить свой рекорд. Но поскольку этого мероприятия нет, а движуха какая-то нужна. Да, короче, мы тут со Степой смотрели видос, как чувак на картинге по рекам херачит на замерзшем льду. И мы что-то завдохновились и решили, почему бы нам то же самое не попробовать. Очень интересная ситуация получается. Ровно год назад я тут, на этом же месте, крутил саморезы с обратной стороны шины. Теперь мы крутим снаружи стороны шины. Причем в том видосе я говорил, что такой метод шиповки полная шляпа, и не стоит его использовать, потому что держака на нем не будет никакого. Так и есть. Но для наших целей, которые мы поставили для себя с Лехой, как раз такая шиповка именно и нужна. Естественно, на таких шипах на заднем колесе ездить не получится. Но нам нужен срыв. То есть нам реально нужны срывы, чтобы она немножко плыла. И для этого такая шиповка подходит как ничто лучше. Основное это резина. Резина максимально простая, максимально дешевая, потому что, в принципе, как отдельная составляющая, она и, в принципе, и не работает. Работают только непосредственно шипы, потому что они имеют контакт со льдом. 5900 стоит комплект. В комплект входит два колеса, камеры, резина Петрашина. То есть максимально обычно наша русская резина. Но для этих целей она, в принципе, подойдет как ничто лучше. Так, значит, по шипам. Шипы 9,5 миллиметров. Упаковки по 100 штук. Мы взяли с Лехой 2000 штук с запасом, потому что мы будем смотреть, хватит ли такого количества. Сейчас с шиповки будут ли они вылетать. Если мало ли нам не будет хватать держака, мы будем докручивать. Первое, что я думаю, это то, что не хватает длины самой резьбы. То есть хочется ее как-то подлиннее сделать. Но самые длинные, какие были в наличии, это вот эти были. Но фиг знает, будет ли он работать. Решил зайти в кадрец, утеплиться. Ну что, ребят, мы плавно перенеслись в гараж. А Лехе мы уже поставили колеса, но у него на счетчике моточасов. Так, чтобы было видно. 8,2 моточаса. Можно еще покататься, но решили не рисковать, потому что зимние условия. Мотор сильно нагружен, но лучше поменять чуть-чуть заранее. А так можно, в принципе, кататься часов 10 свободно. Масло мы заливаем вульф. Это мои спонсоры и партнеры. Лехе в этот раз тоже повезло. Он попал под партнерскую программу. Ему тоже выделили канистру масла. Выделили средства ухода за мотоциклом, смазку цепи, очистка тормозной системы. Ну, короче говоря, у него теперь есть полный набор юного механика. И я думаю, что ему это сильно поможет. Кстати, про шипы. В итоге Леха будет тестить колд каттеры. Те, которые мы шиповали, вы видели. А я себе решил все-таки взять заднее колесо с боевым шипом, потому что я не очень доверяю колд каттерам, как я и говорил. Но передние пока у меня тоже будет на этих колд каттерах. Масло поменяли. Теперь меняем шины. Хочется замерзшить, капец. Пусть была настолько ржавая, что мы ели оттуда достали. Как будто мотик по воде ездил. Ну нахер. Любая спортивная техника заряженная заводится плохо. И моя гидрокава не исключение. Короче, у нас остается один выбор. Сейчас толкать ее по морозу, по льду, естественно, шипах, но это полный бред. Мы ничего не растолкаем. Сейчас будем пробовать завести ее вот таким вот дедовским способом. Сейчас Леха заводит свой мотик, раскручивает колесо на передней передаче. Крутящий момент с его колеса переносится на мое. Я отпускаю ручку сцепления, но уже предварительно включенной второй передачи. И таким образом в обратную сторону мы заводим мотор. Ни разу не пробовали. Несколько раз видел, как это работает на ютубе, но вживую ни разу не получилось попробовать. Он сейчас выбил в такой случае. По-другому никак мотик не завести, поэтому будем пробовать. так завести не получается, сами все видели. Придется пробовать расталкивать по льду, но это, наверное, уже будет завтра, потому что сегодня уже темно. Завтра, наверное, уже начнется экшен, да, Леха? Да. Встретимся с вами в новом дне. Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Блин, погода, чтобы не капец, короче. Встреток такой неожиданно. Уши просто отваливаются уже. Хорошо хоть куртка греет. Не зря я заехал в Кадрет. Ребята, вам огромный респект за поддержку. Блин, летом просто офигенский стиль, а зимой тепло невероятно. Поэтому, ребят, все, кто еще не был в магазине Кадрет, обязательно заглядывайте. Стремянная 3. Всем рекомендую. Короче, ребят, суть в чем, значит, я тебе поставил боевой шип, до этого я катался на Лехином мотике на колд каттерах и более-менее я уже вкатился, короче, в эту историю. Как только я поставил боевой шип, я, честно говоря, думал, будет лучше держак, будет больше скорости и все это будет выглядеть намного динамичнее. Но, блин, он на самом деле держит очень хорошо, но вот такого срыва прям не найти. А как он появляется, это происходит очень резко и мотик сразу срывает. Мы сейчас немножко протестили, покатались, не знаю, там был один момент, где прям вот чуть было-не было, потому что вроде как держак был, был, и вдруг резко он раз пропадает, короче, и все, и мотик идет сразу в занос. Леха, когда сел на мой мотик, он сразу на контрасте ощутил этот прикол, когда резко срывает переднее колесо, а заднее держится на трассе. Короче, ребят, как вы поняли, сегодня необычный день, мы решили немножко расширить географию нашего мототрека, да, решили немножко прохватить, абсолютно без хулиганства, просто аккуратненько, красиво, в честь праздника сделать небольшой заезд. Поэтому прямо сейчас поставь лайкосик овансом и смотри это видео до конца. Е! Ну а мы погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok и где-то 10-12 тысяч комплект с колл-каттерами, но на Петрашине, естественно. Поэтому разница в три раза и здесь надо еще конкретно задуматься, нужен ли это для боевой шип или нет. Если ты катаешься на кроссовой трассе, то там по-любому боевой шип будет лучше, ты будешь ускоряться, потому что на прямяках ускорение, как я сказал, конкретно чувствуется. Мотик задирает на заднее и он прям врывается вперед. А именно для такой трассы с поворотами, где нужно слайдить, этот шип как бы, ну, фиг знает. Как по мне, колл-каттер у него реально выигрывает. Ну что, ребят, мы максимально мужественно держались, мы сами все видели. Там было полметра снега, мотики абсолютно не ехали. Особо кайфонод не получилось. Но... Мы задуманные выполнили. И это самое главное. Если ты досмотрел до этого момента, обязательно поставь лайкосик. Если ты не подписан, подпишись на канал, жми колокольчик. Ну и увидимся в следующей новой серии. Если этот снег весь растает, обещаю, что она будет бомбической. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok